Каждый мужчина мечтает об идеальной женщине. Мы такую нашли, она успевает абсолютно все – воспитывать детей, заниматься бизнесом и постоянно обучаться чему-то новому. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Татьяна Сельдемирова. Есть миллионы женщин, которые обзаводятся потомством и всю оставшуюся жизнь рассказывают, как ради детей они поставили крест на своих мечтах, желаниях и интересах. Все это полная чушь. Пример нашей героини – современная бизнес-леди Татьяна Сельдемирова. Однажды для себя я поняла, что необходимо правильно расставлять приоритеты. И для работы, для такой работы активной в течение всего дня я выбираю всего несколько дней в неделю. Они у меня фиксированы, все остальные дни я – мама. Причем мама – самая настоящая, которая печет пироги и торты, с радостью встречает гостей и ответственно посещает родительские собрания. Сама хорошо помнит, что это такое. Мою маму вызывали в школу до пятого класса почти каждый день, потому что были драки с мальчиками, рваные колени, битые стекла. Ну да, я была очень озорная девочка. Мне постоянно хотелось что-то там прибивать, сверлить, пилить, ходить с папой в гараж. Это вот очень интересные были занятия – почистить снег, отремонтировать машину. Вот это я очень любила с папой. В детстве Татьяна посещала все кружки, какие только были – от туристического и танцевального до художественного и театрального. Теперь она хозяйка салона красоты, сумевшая тонко внедрить свои многочисленные увлечения в интерьер. Здесь, пожалуй, собрано все то, что сидит в моей голове очень давно. Я безумно люблю музыку, я безумно люблю танцы, я люблю живопись, я вообще обожаю искусство. Реализовать себя в полном объеме я не могу, несмотря на то, что я закончила буквально три года назад Институт культуры. Она долго думала, чего не хватает ее салону, и неожиданно для всех решила – рояля. Когда-то и сама мечтала виртуозно исполнять увертюры, вальсы и симфонии. Большой и громкий инструмент не вписался в парикмахерские кресла. Другое дело – фортепиано, оказавшееся, ко всему прочему, старинным. Забрав его, пригласив настройщика, мы поняли, со слов, по крайней мере, его, что приобрели антикварный инструмент. Сегодня она красива, независима, умна и обаятельна, но путь к своему собственному делу отнюдь не был простым. Кто бы подумал, что эта девушка, выросшая в семье фельдшера Сассовской поликлиники и строителя, выберет специальность техник-технолог-экономист деревообрабатывающих производств. Работая на этом комбинате, я пошла учиться, у меня всегда было мало чего-то одного, я параллельно училась в различных заведениях. Я пошла учиться на косметико-визажиста. На обучение парикмахерскому искусству банально не хватало денег. Но однажды на шоу, для которого они делали подиум на макияже, привезли лотерейные билеты. Это, наверное, единственная лотерея, которая выиграла в своей жизни. Я купила лотерейный билетик на последние деньги. 35 рублей стоил билет, в кармане было 50 рублей. Хватало как раз сдачи на то, чтобы добраться до дома. Я купила лотерейный билет и выиграла бесплатное обучение на парикмахера. Только не стоит думать, что вся ее жизнь сплошная лотерея. Все свои шишки она стойко набивала и залечивала сама. Для того, чтобы не брать деньги у родителей, специально окончила компьютерные курсы. И зарабатывала, делая параллельно по 7 дипломных проектов в своей группе. А для получения водительского удостоверения и вовсе пошла на хитрость. Решила не дожидаться 18-летия. Мой папа учил ездить меня управлять автомобилем с 7 лет. Когда я пришла записываться в автошколу, у них уже прошло несколько занятий. И меня брали, скажем так, в таких ППХ, очень быстро оформляли документы. Я очень-очень так быстро им протраторила свою дату рождения. И они просто не придали этому значения. Но когда настал момент сдачи экзаменов, на этот момент мне исполнилось 17 лет. Естественно, сотрудники ГИБДД просто меня не допустили ни до сдачи экзаменов, ни до вождения, ни до теоретической части. Изготовление оконных рам, профессиональный визаж, маникюрное и парикмахерское искусство, техника витража – сегодня легче перечислить, чего она не умеет. Получив очередной диплом, Татьяна тут же записывается на следующее обучение. На очереди дизайнер-декоратор и реставратор. Когда я училась в школе, я ее не любила. Сейчас у нас есть возможность выбирать в нашем интересном возрасте, выбирать то, что нравится нам. В 2011 году знаменитая компания «Довинос» устроила очередной крупнейший фотоконкурс. Из 64 стран-участников только представители 10 удостойли шанса отправиться в Италию для участия в чемпионате мира. Татьяна Сельдемирова с присущим ей энтузиазмом тоже нашла девушку-модель, фотографа и повезла их на конюшне и в пшеничные поля, где еще подчеркнуть натуральную красоту русской девушки. И каково же было ее удивление, когда в почтовом ящике Татьяна обнаружила письмо с поздравлениями – первое место в России. Сегодня эти и другие фотоработы украшают ее салон. Конечно, парикмахер, любой мастер, к которому пришел человек, он должен быть еще и психологом в первую очередь. И должен очень хорошо чувствовать клиента и понимать, что он хочет. Роль хозяйки салона научила ее главному – уметь балансировать между эмоциями, которые далеко не всегда бывают положительными. К счастью, теперь она может себе позволить маленькую слабость – не подходить к рабочему месту с плохим настроением. Все-таки красота – тонкое искусство. Какие мы внутри, сильные или мы слабые, знаем только мы. А все остальное – это, наверное, визуально. Визуально кажется, что у нас всегда прекрасное настроение, что мы всегда со всем справимся, у нас все замечательно, но иногда все-таки бывает иначе. Татьяна – удивительный человек. Она умудряется зажечь своим энтузиазмом всех вокруг. У нее огромное количество друзей-дизайнеров, которые запросто могли бы придумать оригинальные решения или необычные светильники для ее салона. Но это было бы скучно. Другое дело – мастер-класс для детей, после которого ребята смогут проявить всю свою фантазию, а победители получат приз – профессиональную фотосессию. Подумав о том, что, наверное, наши дети слишком избалованные, получают очень много, слишком много-много внеценив, мной было принято решение провести это с детишками именно с детского дома. Дети с восторгом приняли участие в ее конкурсе. Сделанные лампы честно развесили в салоне и разместили ссылки на работы в интернете. Таким образом, все клиенты и пользователи сети могли отдавать свои голоса за лучшую из них. И ей абсолютно без разницы, каким типажом обладает победитель. В этом и изюминка. Хотелось бы просто помочь, показать, какими мы видим их со стороны, и какие их положительные черты, положительные какие-то качества во внешности. Возможно, это будет в чем-то перекликаться с работами профессионального фотографа и постоянной клиентки салона Елены Фокиной, которая любит ловить в объектив случайные сюжеты, подсмотренные в разных странах. Там мы можем именно подчеркнуть их веснушки, если они у них будут, да, там какие-то красивые глаза. Ну, ребенок не должен быть обязательно красив по каким-то определенным стандартам, да. Мы можем показать их такой внутренний все равно мир, их настроение, да. Своего сына Татьяна воспитывает настоящим мужчиной, который прежде всего будет понимать, что как раз сильная женщина больше всего нуждается в мужском плече. А маленькая дочка, похоже, и без мамы овладела техникой в любой ситуации оставаться леди. Ей прощаются всякие такие маленькие проступки, потому что она очень обаятельная, очаровательная. Она своей улыбкой просто, на нее не хочется даже ругаться. А старший? А старший сын, ему 12 лет, он у меня сейчас пошел в 6 класс. Ну, такой неусидчивый ребенок, тоже очень избирательный. То, что ему нравится, он будет делать, то, что ему не нравится, заставить его делать очень сложно. Ну, четко знает, что у него должна быть высокая зарплата. В оставшиеся дни, когда она больше бизнес-вумен, чем мама, с маленькой дочкой занимается бабушка. Без нее, признается Татьяна, ее график был бы куда напряженнее. Оттягивание вот этого вот момента, пойти там заняться каким-то любимым делом, мы оправдываем себя не то чтобы нежеланием, а тем, что у нас нет времени. Потому что нам надо прибежать домой, там пожарить котлеты, сварить супчик детям. Как будто у других этого нет. Все это прекрасно. Супчик детям, выучить уроки, все замечательно. Но если вы выделите 2-3 часа своего времени в неделю лично себе, спустя какое-то определенное время ребенок не скажет вас, вам и не упрекнет вас в том, что вы не потратили вот этот час на то, чтобы там с ними посидеть, позаниматься или что-то приготовить. Татьяна, например, уже год занимается танцами. Зачем? Возможно, для того, чтобы как раз собственные дети смогли видеть в ней прежде всего женщину, которая так же, как любая из нас, хочет обыкновенного женского счастья. Просто она, в отличие от большинства, потихоньку идет к нему сама. Ой, вы знаете, наверное, я слишком идеальна.